Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир православия». Сегодня мы поговорим о трех вещах, которые помогают человеку, которые его воспитывают и хранят до его прихода в церковь, до встречи со Христом, до Евангелия. И первая вещь, о которой человек должен помнить, и с которой он соприкасается буквально с первых минут своей жизни, это окружающая нас природа. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что природа – это книга, через которую человек познает Творца. Это на самом деле так. Природа, окружающая нас, помогает задуматься об очень многих вещах. Ведь мы сталкиваемся с порой красивейшими моментами окружающего нас мира. Особенно весной, когда после зимы природа, казалось бы, умерла, нет зеленой травинки, и вдруг пригрело солнышко, растаял снег, и пробиваются первые цветочки, первая трава. Как будто бы слово, слышатся слова библейские о том, что да произрастит земля зелень и траву сеющую. И действительно, мы соприкасаемся с этим чудом возобновления новой жизни. Но в природе все удивительно. От маленькой клейкой почки, которая становится листочком, до огромных животных, которые живут в огромных океанах, и о которых мы можем узнавать от современных ученых через программы о природе. Все удивительно, все взаимосвязано. И когда что-то умирает, то это влияет на весь, на всю окружающую среду. И так важно нам беречь природу, потому что ведь человек и изначально был поставлен творцом и охранителем этого окружающего мира. Господь, когда создал весь этот окружающий мир, в конце создает человека и повелевает ему заботиться о природе. А заботиться это значит и изучать ее законы, изучать то, что происходит внутри этой природы. И многие люди через изучение законов природы, они пришли к вере в Бога. Не только святые угодники Божьи, такие как, допустим, великомученица Варвара познала Бога и стала христианкой. Но и удивительные ученые, большинство ученых, они через изучение природы, через изучение законов, они стали верующими людьми. И когда им говорили, как же вы, вы же изучаете природу, вы же видите, какая она удивительная. Они говорят, да, она удивительная. И мы понимаем, что это само собой не могло произойти. Был тот художник, который нарисовал эту прекрасную картину, дал ей удивительные законы и поддерживает жизнь вокруг этими законами. Все живо благодаря тому, кто заботится о ней постоянно. Мы узнаем картину по подписи художника. И когда мы видим какую-то картину или какие-то черты картины, если человек увлекается определенным художником, его стилем, он может даже по чертам картины определить, кто написал ее. Искусствоведы это прекрасно знают. И когда особенно какие-то находят новые картины и изучают их, они даже вот по этим малейшим каким-то чертам могут определить, кто написал. Эль Грека или Воснецов. И видя вот эту картину, человек воскличает, как здорово это написал сам Воснецов. Но также и видя вокруг себя живую природу и удивляясь тем законам, которые в ней происходят и которые так премудро установлены, человек может единственное, что воскликнуть. Слава тебе, Господи! Да, почему? Потому что это естественно. Потому что Бог творец этого окружающего мира. И для человека естественно воскликнуть славословие Богу, видя то, как премудро все это устроено. Несложно заметить, когда мы читаем Библию, Священное Писание, что Господь прославляет некоторых людей, профессии некоторых людей, которые напрямую связаны с природой. Это рыбаки и пастухи. Самые простые профессии. И в то же время именно людям этих профессий Господь открывает порой самые высокие истины о Боге, о мире, о человеке. Ведь кто были ближайшими учениками Христа, Спасителя? Именно рыбаки, простые, необразованные. Но они возвестили миру Евангелие. То есть весь о спасении. Они не боялись возвещать эту истину. И порой, как Иоанн Богослов, они возвещали ее удивительным, возвышенным языком. Тем языком, о котором мы сейчас даже не можем и выразить. Почему? Потому что Господь открывал их простые сердца. Он их видел и открывал им эти истины. И они с любовью воспринимали их в своей жизни. А пастухи, ведь и Давид, величайший царь, который написал замечательную книгу, Псалтирь, которую мы до сих пор используем в нашем богослужении, больше, чем любую другую книгу. Он был простым пастухом в своем детстве. И пастухи, которые евангельские, которые первые узнали о Рождестве Иисуса Христа. И Авель был пастухом. Почему Господь именно им открывает эти величайшие истины? Почему их призывает первым? Да потому что, соприкасаясь с природой напрямую, ведь рыбаки выходят в море, они видят и утреннюю зарю, и ночные звезды, и пастухи тоже самое, выгоняют стада и пасут их, и общаются друг с другом среди природы. И, видя вот эту природу, они напрямую, конечно же, прославляют и Бога. И их сердца более открыты к общению с Господом. И поэтому Господь выбирает вот этих простых людей для того, чтобы им открыть важнейшие богословские истины. И никто не станет спорить с этим, потому что в Евангелии все это прямо и открыто написано. Поэтому, конечно, для нас, людей, тоже очень важно, особенно для людей, живущих в городе, выходить на природу, прислушиваться к голосу птиц в лесу, стараться вдыхать аромат тех трав, которые мы встречаем на лугу, и соприкасаться с этим. Многие люди, уходя в монастырь, а монастыри раньше строились в дремучих лесах, где-то подальше от людского глаза, они тоже жили среди природы. Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский. Мы вспоминаем вот эти картины, как они с рук кормят медведей. Да, казалось бы, вот человек и дикий зверь, но они живут среди природы, они прославляют Бога, и зверь чувствует в них того, кто поставлен над ними, владеть ими. Они не боятся человека, и человек не боится этого дикого зверя, потому что они чувствуют единую связь с Творцом. И это очень и очень важно. И если взять с собой на природу не алкоголь, не радиоприемник, а взять ту же самую псалтирь и прославить Бога, помолиться среди благоухающих трав, среди сосен, это же замечательно. Мы соприкасаемся вот с этим древним миром, который нам открыт в Священном Писании. И наша душа открыта прославлению Господа. Поэтому можно и нужно даже использовать это в нашей жизни. И молитвы, и словословие Бога, и чтение прекрасных книг, и соприкасание с природой. После природы нам нужна совесть. Вот древние евреи, они не знали такого понятия, как совесть. У евреев, особенно в Писаниях Ветхого Завета, есть такое понятие, как страх Божий. Начало премудрости – страх Господень, говорят премудрые люди Ветхого Завета. А слово «совесть» у них не употребляется. Язычники, стоики, допустим, они употребляли слово «совесть». Они задумывались о том, что же есть внутри нас, что нам подсказывает, что плохо и что хорошо. Почему мы просыпаемся среди ночи и не можем уснуть от того, что вспоминаем свою жизнь, и особенно то, что натворили плохого в отношении наших ближних? Кто это такой благой мучитель, который нам подсказывает вот этот нравственный выбор, выбор между добром и злом? Обличает, мучает нас, подсказывает и иногда и радует. Потому что, когда мы что-то забираем у человека, совесть нас мучает. Когда мы что-то отдаем человеку свое, может, даже то, что нам нужно, совесть нас радует той незреченной радостью, которую нельзя ощутить, даже приобретя что-то себе. Да, мы радуемся, когда что-то приобретаем, но совсем другая радость, когда мы помогаем другому человеку. И вот этот внутренний голос, который есть в нашей душе, в душе каждого человека, и называется совестью. А апостолы уже взяли слово совесть и в Евангелие, и в свои послания. И оно употребляется в Новом Завете. Первый раз оно звучит в Евангелии от Иоанна, когда иудеи привели женщину, взятую при любодеянии, то есть в измене своему мужу, ко Христу, и сказали, что нам с ней делать? По закону мы должны побить ее камнями. Ты что скажешь нам? А Христос долгое время молчал, а потом сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И в Евангелии сказано, что эти люди, которые готовы теперь были бы исполнить древний закон и убить эту женщину, взятую в страшном грехе, они, обличаемые своей совестью, ушли. И остался Христос и эта женщина, грешница. И Господь сказал, что я тебя тоже не обличаю. Иди, но больше не греши. Вот первый раз встречает эту совесть. А апостол Павел говорит о том, что язычники живут по закону совести. И если они, не зная нравственного закона, который дан был Богом, древним иудеям, закона Моисеева, но выбирают веление совести, которое подсказывает им, что это хорошо, что это благо, что это приносит радость душе и другому человеку, то они, не зная закона, законные творят, потому что совесть их направляет в этом отношении. Так же, как и обличает, когда они делают что-то плохое. Поэтому очень важно, чтобы мы четко прислушивались голосу своей совести. Если мы пока еще не узнали Евангелие, не услышали о Христе, не знаем нравственного закона евангельского, не знаем церкви, но прислушиваемся к голосу своей совести, это уже очень и очень хорошо. Потому что ведь человек может жить и без совести. Когда человек не имеет памяти о своей жизни, о своих поступках, он не терзается совестью. Хотя это период только кратковременный, потому что рано или поздно совесть все равно подскажет нам. Но иногда уже просто бывает очень поздно что-то исправить в своей жизни. И тогда человек умирает, терзаемый вот этой совестью. И, наверное, и в вечности останется терзаемый этой совестью, потому что невозможно будет уже что-то исправить в своей жизни. Поэтому голосу совести необходимо прислушиваться, пока мы живы здесь, пока мы можем что-то исправить в своей жизни или в жизни других людей. И третье, что важно для каждого человека, это родители. Родители наши словесные, воспитатели. Если природа и совесть, они бессловесны, они немы, совесть – это немой мучитель, а природа – это немой проповедник, то родители, они имеют дар слова, благодаря которому могут нас воспитать, а могут и не воспитать. Блаженны те родители, которые заботятся о своих детях, которым важно, где они находятся, что они делают, с кем они дружат, которые могут их выслушать, которые подскажут им, которые дадут им совет, которые интересуются всем, что происходит в их жизни, которые замечают даже малейшие какие-то изменения в их характере, в их настроении и подружески к этому подходят, которые не пропускают это мимо себя и не оставляют своих детей для воспитания на улице, среди каких-то компаний, или интернету, или телевизору, но чутко реагируют на все, что происходит в жизни их детей. Потому что мы, конечно же, очень и очень ответственны за то, кем и какими людьми станут наши дети. С нас, именно с родителей, взыщет Господь то, что мы им дали в этой жизни, чему научили, и своим словом, и своим примером, примером своей жизни. Поэтому, конечно же, родители должны стараться учить детей всему хорошему и полезному. И это самая главная задача родителей. Важно не то, что мы родили детей, а то, какими мы их представим перед Господом. Ведь это именно от нас, от родителей, зависит. И, конечно же, это очень нелегкая и непростая задача. Но любые родители, любящие своих детей, конечно же, и читая какие-то книги, и имея уже свой жизненный опыт, и опираясь на опыт воспитания, который они получили в своих семьях, они стараются привить своим детям все самое лучшее и хорошее. И этот непрерывный процесс воспитания, он длится всю жизнь. Ведь когда дети уже становятся взрослыми, все равно родители кротко и терпеливо, и молятся о них, и пытаются что-то подсказать. Да, может быть, не всегда дети на это откликаются. Но, тем не менее, конечно же, где-то поскользнувшись, упав, совершив ошибку, они вспоминают слова своих родителей и стараются быть уже к ним более и более внимательными. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот этих три направления в нашей жизни, бессловесная природа, окружающая нас, эти звезды, это небо, эти деревья и растения, эти животные, они могут нас очень многому научить. Самое главное – словословию Бога. Слава Тебе, Господи! А совесть мы должны всегда воспринимать как благого учителя нашей жизни, подсказывающего, выбирающего нашу жизнь, помогающего выправить ее, если мы только будем внимательно слушать голос своей совести. И, конечно же, родители, слушаться своих родителей. И если мы сами родители, то знать, что на нас лежит глубочайшая ответственность за воспитание наших детей. Если все это мы будем исполнять в жизни своей, то мы уже будем недалеко от Церкви, недалеко от Евангелия, недалеко от Христа. А когда мы познаем Христа, то в нашей жизни мы увидим, что действительно шли прямым путем, которым вел нас сам Господь. Потому что все в этой жизни очень взаимосвязано. И если человек внимателен ко всему, что происходит вокруг него, будь то в природе или внутри в него, в его душе, в его совести, то, несомненно, что он рано или поздно познает и Бога. А познав Бога, он получит и вечное спасение. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Пусть Божье благословение Всяка душа оживится И чистотою Возвышается, Светляется Троеческим Единством Священно Тайне Священно Тайне